Продолжение следует... Что необходимо, чтобы получить спасение, рай, как хотите, достичь вот этой цели? Один за другим, спрашивают. Первого, второго, десятого, двадцатого, сотого, все до одного, знаете, что отвечают? Что за глупый вопрос? Разве не ясно? Нужно исполнить заповеди Бога, и всё в порядке. Так? Так? И вдруг, с чем мы встречаемся, читаем Евангелие от Луки, и вдруг там описывается этот потрясающий диалог двух бандитов, распятых вокруг Христа. Левый его поносил, спаси себя самого и нас, если ты такой-то. А правый говорил, мы достойные по делам своим получили. Помяни меня, Господи или Господин! Мы не знаем даже, как он понимал. Он знал, что это праведник только, что его несправедлив распяли, что это святой человек. По крайней мере, помяни меня, Господи, во царстве Твоём! Ответ – поразительный! Сегодня же со мной будешь в раю! Поразительный! Я обращаю ваше внимание! Ни одна религия этого не знала! Чтобы бандит, негодяй, я не знаю, какие слова сказать, убийца, преступник и вор, оказывается, достиг Царства Божия, вот всего, посмотрите, чем мы касаемся такой серьёзной вещи, которой просто выше ничего нет. В чём состоит спасение? В чём состоит, если хотите, вот та финальная, если хотите, точка духовной жизни, при которой человек только действительно будет в раю, будет спасён? Оказывается, этим состоянием у человека является, во-первых, осознание, что я действительно хуже бандита. Посмотрите, чем наполнен канон перед святым причащением, чем наполнены молитвы перед святым причащением, какие сравнения делаются великие и святые молитвы, которых мы читаем, все наполнены чем? Осознанием, действительно, видением того, кто мы есть на самом деле, а не то, что в мечтах каких-то нам преподносится. Оказывается, спасается человек чем? Вот этим вот смирением. Смирением перед чем? Перед тем, что я действительно совсем не то, кем я думал, что я есть, или мечтаю тем более. Покаяние, покаяние, помяни меня, Господи, ты там будешь, я там никогда не буду, я знаю. Вот что говорил разбойник. Вот чем спасается человек. Задача, или, если хотите, процесс духовной жизни, весь направлен к чему? К тому, чтобы человек увидел свои вот эти вот страсти и страстишки. И не просто увидел. Я думаю, любой бес это видит. И с удовольствием придет батюшке и расскажет сколько угодно, так что батюшка взводит. Не просто увидит еще, а увидит, что это мерзость. Увидит, что это оскверняет душу, мучает душу, приносит страдания душе. И кается в этом. Помните, Сесой ответил, когда увидел себя ниже всей твари. Все святые, оказывается, через подвиг духовной жизни, который был сопряжен с чем? С молитвой, подвижничеством. Приходили к чему? К видению этого своего недостоинства. К видению, знаете, чего? К видению, наконец-то, увидели, что им нужен Христос Спаситель. От чего? От страстей, которые присутствуют во мне. Вот, оказывается, где, если хотите, то та точка, которая свидетельствует о том, что мы действительно находимся на верном пути. Преподобный Пётр Дамаскин так и писал, первым признаком, подумайте только, первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов, своей греховности, даже прибавляет так, бесчисленных, как песок морской. Вот, оказывается, к чему. Только при этом условии я пойму, что мне нужен Христос. Христианином я становлюсь только тогда, когда увижу, Господи, я действительно грешнейший человек. Я ничего не могу, к сожалению, сделать, чтобы исправиться. Ты мне помоги, ты меня спаси, иначе я погибаю. Вот когда становится человек христианином. А пока я чувствую себя хорошим, пока я чувствую, что у меня уголочек уже в раю обеспечен, не так, как этот разбойник, ты меня там помяни, меня там не будет, потому что... Пока я доволен сам собой, своим обедом и женой по Пушкину, тогда об этом... А каком спасителе? Да никакому мне спасителе не нужно! Мне нужен не спаситель, а кто? Наградитель! Я же хороший! Вот, оказывается, где корень, самый корень, самый ядовитый и страшный корень отвержения Христа, фактического отвержения Христа! И нечего не обманывать себя, что я подхожу, целую там крест, икону Спасителя. Мне, в общем-то, нечего тут тебе молиться. Я лучше помолюсь каким-нибудь там святым, которые меня исцелят, кто от печенки, кто от селезенки, кто еще чему-нибудь, и туда поставлю свечек, сколько надо, десять, сто, тысячу. А Христос? А что Христос? Кстати, обратите внимание, какая тенденция! Вы, наверное, знаете, и вам придется прикоснуться с этой мощной лавиной, мощной силой отхода от Христа, и приходит вот святые, те, другие, третьи, четвертые. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. И здесь действительно обращение к святым за помощью, так как мы и все друг к другу обращаемся, помолись за меня, у меня вот то-то и то-то будет. Здесь все, что вы! Помолись-то кому? Христу! Вместе Ему помолимся! Слышите, я обращаюсь к товарищу, я обращаюсь к святителю Николаю, святителю Николаю, вместе помолись за меня тоже! Кому? К Христу! Вы с чем столкнетесь? Да какой Христос! Я должен обратиться вот не только к этому святому, а к этой иконе! Я должен знать, какую молитву прочитать! Какой Акафис! Я поеду за тысячи верст туда-то! Перед Христом две-три свечки будет стоять, а перед, допустим, Матроной какой-нибудь тысячи свечей! Вы слышите, что делается? С чем вы столкнетесь? Вот я говорю вам, студентам, понимаете? Точно так произошел процесс появления язычества в древнем мире! От единобожия пришли к многобожию! Как опасно здесь! Здесь надо быть очень осторожным! Ничего не стоит! Самые добрые вещи самые добрые вещи! Я говорю, почитание святых, обращение к ним с молитвой ничего не стоит извратить до, я не знаю, до какого предела! Самое главное в духовной жизни – это действительно увидеть, наконец, что я грешный человек! Воскорбеть хотя бы немного об этом! Правильно молиться! Бороться, насколько можно, с этим, внутри себя! Слышите, внутри никто не видит! Духовная жизнь внутри совершается! И она совершается действительно в борьбе со своим ветхим человеком страстями, с этим, и правильной молитвой! Святые отцы настаивают, предупреждают, показывают, призывают! Есть же краткая молитва, которую надо совершать ну, постоянно, насколько это возможно! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Кто мешает? Кто мешает? На лекциях, на прогулке, сидя, лёжа, стоя, неважно! Кто мешает? Мне обратиться к кому? Попробуйте, к ректору, вы можете в любое время дня и ночи обратиться? А к патриарху? А здесь? К самому! К царю царей мы можем обращаться и не обращаемся! Вы слышите, какие мы умные! Я просто завидую своему уму! Да чего же я умён! К царю царей не обращаюсь, который есть любовь, который доказал свою любовь крестом! И я его не обращаюсь, к нему! Живу, как потерянный какой-то! Друзья мои, богословское, то школьное образование богословское, которое мы получаем, учтите, оно будет нам в великий укор нашей совести! Будет великий укор, если мы не используем это драгоценное время, годы, годы, не используем это драгоценное время для того, чтобы научиться молиться с вниманием, благоговением и покаянием! Этому надо учиться! Для нас исключительная возможность богослужения! Часы мы проводим в храме! Вы подумайте только! Часы целые! Будем использовать! Будем сочетать это богословское, школьное образование с духовным образованием! Для этого надо, конечно, и читать Святых Отцов и понуждать себя, понуждать себя к молитве, насколько насколько это возможно! Нужно понуждать себя постоянно и непрерывно! Как пишет апостол Павел, непрестанно молитесь! Все те, кто становился на этот путь, хочу обратить на это внимание! Какую переживали они всегда радость! Какой мир души приобретали! Как менялось их отношение с другими людьми! Насколько, если скажу вам, просвещается сам ум человека, просвещается здесь! Духовная жизнь приносит человеку действительную радость! Что такое счастье? Это радость! Радость души! И вот это вот покаяние, которое, как кажется, для внешнего человека, ничего не понимающего, о чём вы учите! У вас только одна скорбь! У вас только покаяние! Только слёзы о грехах! Какой ужас! Послушаешь так, Господи, Боже мой, глупенький! Вы говорите о том, о чём не знаете! Духовная жизнь приносит такую радость, которая ни с чем не сравнима! Великому человеку, и в страте, когда его, знаете ли, поливали смолой и сдирали скребками железными кожу, вдруг восклицает, мучения эти – суть радость рабам твоим! Ну, это хорошо, это древность! Преподолу Никон Беляев из тюрьмы, где над ним, не знаю, всё сорвали одежду с него, обрили, остригли, чего только не сделали, так пишет из тюрьмы записочку. Это 20-е годы! Радости моей нет предела! Слышите, что такое духовная жизнь? Это действительное счастье! Счастье для человека! Надо это учитывать! Ну, вот видите, о чём я хотел с вами сегодня поговорить? Есть и другие темы, конечно, очень интересные темы, до невозможности интересные! Ну, потому что они такие, до невозможности, я и не сказал ничего! Только по этой причине! Вот так! Кстати, один из вопросов, который просто я скажу, я не буду, не буду, всё, я кончаю, кончаю, да, а то вы скажете, что профессорам нельзя давать свободу слова, потому что их не остановишь! Сам останавливаюсь! Вот часы даже положил перед собой! Тема, которая чрезвычайно важна, и с которой вы сейчас сталкиваетесь, все и столкнётесь! Вот был как-то диалог с мусульманами, так, в Тегеране, и они говорят, а почему вы считаете, что христианство истинное, религия? И это уже не первый раз! А почему вы считаете, что ваша религия истинная? С какой-то стати вы? Только потому, что каждый кулик своё болото хвалит, да? Да, очень вы, замечательно! Да, а я вот верю в осиновый пень! Вот так! И что? Почему? Вы решите вопрос, какие у вас основания? От того, что вы верите, это не основания, это ваше личное и душевное состояние, а основания объективные какие? О! Об этом надо знать! Слушайте! Этого постоянно, особенно где-то в институтах, в университетах, перед какими-то аудиториями, это же вопрос, который постоянно может звучать, и вы должны знать на него ответ! Но я вам об этом скажу в следующий раз! Когда в следующий раз? Я, наверное, думаю, после второго пришествия, но я думаю, это будет не поздно! Ну, спасибо! Хорошо! Так, как вы думаете, почему Михаил Филарет Денисенко ушёл из русской православной церкви? Да, да, я, я думаю, да, я думаю, так, видите, как надо благоразумно относиться, а не так сразу выпаливать, да, я думаю, и всё в порядке! Вы знаете, не хочется как-то вот, когда касается живых людей, и говорить о них что-нибудь, ну, такое осудительное, даже, мы же все друг друга осуждаем непрерывно, вы слышите, непрерывно! Вот, и это действительно такое опасное дело. Я вам скажу так, мы невнимательны к себе, не видим, какие страсти в нас живут, и когда у нас складываются обстоятельства, касающиеся вот этой именно страсти, если мы не боролись вообще со страстями, то она нас побеждает, и всё, и мы падаем! я думаю, что здесь произошло нечто подобное. Ну, не хочу расписывать. Можно? Не буду. Не буду расписывать. Просто только жалею, очень жалею, что он ушёл. Вот так. Почему православная церковь признаёт католическое крещение? Я вам скажу, надо же понять, что такое таинство. Действительно, кажется, вопрос, который мы из катехийцев уже знаем, и часто очень, я вижу, не знаем. Что такое таинство? Таинство – это священно действие, которое совершает священнослужитель, священно действие, которое совершается над человеком. Ну, крещение в данном случае. Это одна сторона, человеческая сторона. Слышите? Человеческая сторона. И вторая дальше начинается, во время которого верующий человек получает невидимо, таинственно, почему таинство это называется, таинственно получает, определённый дар благодати Божией. Слышите? Две стороны. Причём, обращая на ваше внимание, вспомните, что пишет святитель Кирилл Иерусалимский. Если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. преподобный Марк Подвижник что пишет? Если ты веруешь и с верой принимаешь крещение, тут же тебе по крещению даётся Дух Святой, а если без веры, и по крещению не получаешь. Слышите? Итак, есть две стороны. Первое – человеческое, священно действие. Второе – божественное, дарование благодати Божией. Это очень важно в данном вопросе, понимаете. Так вот, что признаёт православная церковь? Кстати, на данный момент, потому что периоды были разные, и когда вы говорите православной церкви, то вы ошибаетесь в данном случае. Потому что греческая церковь не признаёт католическое крещение. На Афоне не признают католическое крещение. Перекрещивают. Если католик вдруг вздумает, перекрещивают. Перерукополагают и так далее. Видите, в православных церквах нет единства по способу принятия, допустим, тех же католиков в церковь. Итак, ответ. Если священно-действие, которое совершает священнослужитель, соответствует основной идее совершения и таинства крещения, то есть во имя Святой Троицы, и, допустим, не важно, там погружение, ограпление, это вопрос уже другой, по имени Святой Троицы, то при переходе в православие над этим человеком форма, это человеческая форма, может совершаться, может не совершаться. Важен факт какой? Переходит он с верой и убеждением или лицемерит, как пишет Святой Кирилл Иерусалимский, и тогда в зависимости от этого, получает он дар Святого Крещения или не получает форму, ещё раз повторяю, можно вновь повторить, можно не повторять. Это не имеет существенного значения. Поэтому в современных православных церквах мы находим и, как в Русской Церкви, не будем повторять, не будем повторять священодействие этого таинства, или, как в Греции, будем повторять. А там уже ты, человек, отвечаешь за это, по совести ты принимаешь и в зависимости от этого получишь и дар благодати этого таинства. Вот так. Как вы думаете, православная и католическая церковь может объединиться в силу современного и коммунического движения? Об этом я разговаривал не с кем-нибудь, не буду упоминать, я тут нахожусь, и всё ясно, с очень высокими людьми, и мы дискутировали очень много с очень высокими. Мой ответ был такой. Я считаю, что объединение возможно будет только тогда, когда православная церковь по существу потеряет своё православие и станет очень подобной католической церкви. И тогда да. Православная только может тогда присоединиться. Католически не надо присоединяться. Не она будет присоединяться, а только православный может присоединиться. Но я считаю, что только тогда, когда действительно вот эта самая суть православия будет утрачена. Я о какой сути говорю? Мы вот на своих лекциях по западным исповеданиям всё говорим о том, что это филиокве, ой, господи, да, чистилище, на Папа и так далее. Вся суть-то религии в духовной жизни. Вы посмотрите на великих святых католической церкви. Я скажу вам, просто только плакать хочется. Что происходит там великие, слышите? Я не говорю, там простой народ, кстати, такой же, как и у нас. Точно такой же. У нас едут в Серафимовский источник, там в Лурд едут, всё одно и то же. У нас к такой-то святой четверной иконе, там к такой-то статуе, всё одно и то же. Духовная жизнь познаётся почему? По тому идеалу, на который нацеливает церковь человека. И кто же там великие святые? Вот это уже просто отдельный вопрос очень важный. Ну, посмотрите, Терезу Великую. Христос ей является и говорит, до этого я был Бог твой, а отныне я и супруг твой. Что с ней происходит в это время, с этой дамой, не буду описывать. Тереза Маленькая, последняя, которую возвёл в достоинство учителя церкви, малые. Вот это в 1997 году. Она умерла, скончалась 23 года. Вы почитаете её книгу, повесть об одной душе, которая тут же переведена на русский язык сейчас. Вы знаете, читаешь и захлёбываешься от восторга. Язык великолепный. Одна романтика, романтика, любовь со Христом. Это невозможно. Мы взглянули друг на друга, и мы поняли всё без слов. Не было ни борьбы, ничего. И маленькая, и бедная Тереза утонула, как капля воды в океане. Вы слышите, подменили духовную жизнь лирикой, романтикой, романы со Христом. Вы читаете? Прям настоящий роман со Христом. Прям настоящий. Если кто хочет, посмотри. Говорит, какой там... Она приходит в монастырь зачем? С чего даже начинается? Я пришла молиться о священниках и, по-моему, там о всём мире. Не о себе же, конечно! Ну что вы! Ну что вы! Почитая себя хуже всей твари! Вы что? Вон они, эти священники и прочие монахи, миряне, они хуже всей твари! Но не я! Подумайте, безумная идея заслуг перед Богом! Более того, сверхдолжные заслуги перед Богом! Вы слышите, на что нацелено всё духовное состояние? Вы же понимаете? Заслуги! Ну давайте, награждайте! У меня заслуги! Вы слышите? Тут, говорят, ниже всей твари, только из которого состояние я могу понять, почему мне Христос нужен. А здесь заслуги! Что вы! И вот, когда мы тоже перейдём в эту романтику и тоже начнём искать восторгов и наслаждений в молитве, а не очищение души от всего того, всех тех гадостей, которые в нас находятся, то тогда и мы тоже станем подобными, сохраним, конечно, вывеску православной, естественно, я напишу очень крупным шрифтом, да, вот так, но по существу станем, конечно, теми же католиками. Тогда, возможно, будет соединение. Мы говорим соединение. Да нет, при соединении! Никакого соединения, а при соединении! Всю историю католическая церковь смотрит на православные церкви. Как? Вы же помните, из-за чего раскол-то? Из-за идеи власти Рима над всеми христианами. Русская церковь является самой жирненькой, самой симпатичной, самой приятной овечкой, о которой только мечтает вот этот вот поглотить церковь русскую. Ни на одном диалоге я вам сейчас скажу в одной вещи. Мне приходилось же участвовать во многих диалогах. Я специально в доклады в доклады ставил вот этот вопрос, вопрос о духовной жизни, о принципах духовной жизни. В той делегации кардиналы, епископы не видят этого вопроса. И я понял, они, наверное, понимают, что, конечно, это не духовная жизнь, это романтика. Не отвечают на этот вопрос. Ну, ещё бы! Франциск Ассийский о чём молится? Вы подумайте, дай мне пережить всю ту любовь, которой ты горел, Господи, ради спасения нашего. это Моська говорит к слону, дай мне быть таким же сильным, как и ты. Вы слышите, о чём молятся, когда он получил эти стигматы? Не о покаянии, не покаянии здесь, не сознание своей греховности, не благодарности даже Богу, не просьба об очищении своей души. Да где там? Там и нет этого. Католическая церковь оставила духовный опыт первого тысячелетия восточных и западных отцов. Едины были в духовной жизни и пошли новым путём. Путём, кстати, не эти Франциски, не эти Анжелы, это... Ой, Господи, тут... Не эти Терезы совершенно не знают духовного опыта святых отцов. Вы слышите? И всё выродилось в романтику. Такую красивую, такую прелестную. Душа тает просто от этой любви, от этой любви ко Христу. Ой, на эту тему ещё много надо бы говорить и не только о них, а что у нас происходит. Да, мне подарили на Афоне книжку, да, Порфирия и Кавса Калевита, которого только что канонизировали. Там чёрным по белому написано, слышите? Причём не с печатями, всё, ну, гостю, да, всё такое. Я открыл? Я не верю. Не боритесь с грехом, не боритесь со страстями, откройте свою душу любви ко Христу. Я вспомнил, Боже мой, Тереза, и на Афон пришла. И на Афон пришла. Слышите? Вот при этом условии мы соединимся. Можете быть спокойными и будем все по домофорам римского Папы. Ну что, ну что мне делать? Ну, это, знаете, искушение как по-гречески? Пиросмос. Запомните, пожалуйста. Вот тут, видите, сколько вот тут пиросмоса мне тут наложили. Как вы относитесь к канонизации Порфирии Кавсоколерии? Теперь вы поняли, что я прозорливый. Ну, слава Богу, что здесь хоть Петербургская академия меня признали таковым, Московская никак не признают. Это просто сущие, вот уж искушение там пиросмос. Да. Я его Порфирии не знаю лично, какой он был. Правда, один монах мне сказал, что будто бы в последний там год что-то у него с головой сильно случилось. Болело что-то или рак там мозга или что-то. И он, понимая, видит, монах-поклонник сам, и, видимо, понимая, что все несоответствие этих вещей, о которых пишет Порфирий в этой книжке, говорит, что, может быть, это все было записали за ним то, когда у него было, ну, не все в порядке. Я говорю, дай Бог, дай Бог, если Порфирий был другим, а не тот, который в книге. Но тогда Константинопольский патриарх и Синод должны прямо сказать, что мы конституруем Порфирия того, но не того, кто в книге. Иначе выслышите, к чему мы придем. Выслышите, к чему мы придем. Это протестантизм настоящий. Не молитесь, не боритесь грехом, не трудитесь, любите Христа, и все в порядке. Выслышите, к чему мы придем. Должны это сделать. Если они не сделают, а они нанесли страшно, и тогда нанесут удар по православию. церковь говорит, великим постом с поклонами молится, а тут не боритесь. Это что такое? Ну, я не удивляюсь на Константинопольца уже. Уже не удивляюсь. Они же один за другим все масонами были, эти патриархи. И поэтому и здесь неизвестно, что они по какой причине и по чьей подсказке могут совершать такие акты. Но, впрочем, вся Греция на Порфирии молится. Ну, еще бы! Я собирался в Литерацию перейти, теперь не надо. Я перейду в Константинопольскую церковь, и все будет в порядке. Продолжение следует...